МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОП, где открылась выставка, посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны как раз по тем предприятиям, которые были эвакуированы в Кировскую область с большой земли, что называется, с тех областей, которые подверглись оккупации, где проходили сложные боевые бои, где шли сложные бои. И вообще, кстати, замечательная абсолютно выставка, открывал ее губернатор Кировской области. Как вам, кстати, что торгово-промышленная палата выставками занимается? Это уже не первая у них в этом сезоне, несмотря на карантин, организуют. Я могу так сказать, что вообще это одна из тех деятельностей, которые занимает все системы торгово-промышленных палат, в том числе и торгово-промышленная палата России. Экспо-центр, самый главный, самый первый выставочный комплекс в Советском Союзе и потом в России, это как раз наша стопроцентная дочка, дочерняя компания ТПБ Российской Федерации, находится на Красной Пресне. И всегда мы занимаемся конгрессной выставочной деятельностью со времен ОНОХ, еще со времен советской власти до нынешних времен. Поэтому это та деятельность, с которой региональные палаты стремятся, сильные региональные палаты всегда стремятся, потому что это такой показатель, это, что называется, лицо региона, который они представляют. И вот Вятская торгово-промышленная палата здесь такое значимое место очень занимает. Силами труда ее коллектива, членских организаций, предприятий Вятской, Вятских предприятий, ну и, конечно, ушедшего безвременно от нас Липатникова Николая Михайловича, который, в общем-то, основал эту палату и был ее зачинателем, и был очень уважаемым человеком не только в Вятском регионе, но и в Российской Федерации. А на выставке, вот на сегодняшний дали старт, не знаю, участвовали ли вы в этом, сбору подписей за присвоение Кирова звания города трудовой доблести. Хочется вас спросить, раз вы у нас экономическую сферу представляете, как думаете, такое звание, оно может каким-то образом привлекательность города для бизнеса повышать, или это там больше память, или напоминание тем, кто уже забыл об этом вообще? Я бы, во-первых, я поставил свою подпись, это первое. Под этим обращением. Второе, я сделал такое, ну, если хотите, заявление о том, что ТПП своей стороны поддержит эту инициативу, которая идет от жителей Кировской области, от властей Кировской области, поддержит ее на федеральном уровне. Это второе. И третье. Я бы не стал делять одного от другого. Это и память, это и привлекательность, и не может быть привлекательности без памяти, и памяти без нашей современной жизни, да. Поэтому, знаете, мы очень, может быть, не до конца, но очень все-таки неплохо знаем боевой подвиг нашего народа. И очень мало мы знаем подвиг трудовой. ТПП России, ну, многие думают, что это вот какое-то вновь образованное объединение. Нет, нам более ста лет, и мы прошли путь с нашей стороной, от Российской империи, от военного коммунизма до нынешней России. И были свидетелями того, как вне зависимости от общественно-политических формаций менялась наша страна, менялись предприятия, как на чьих плечах и чьими усилиями строилось то прекрасное и не совсем прекрасное прошлое, настоящее будущее, которое у нас есть с вами. Поэтому я думаю, что в любом случае звание город трудовой доблести – это и дань прошлому, но это и перспектива на будущее для региона. Это подтягивает вообще… Раньше это называлось общественное сознание, да. Вот сейчас я бы назвал, что это подтягивает просто-напросто такую региональную гордость, наверное, да, для того, чтобы вот это вот высокое звание нести дальше. Ведь эти заводы никуда не делись. Большинство из них остались здесь, и до сих пор они работают. Там работают коллективы, есть сохранить рабочие династии, управленческие династии. Поэтому есть на кого равняться, что называется, есть о ком помнить, есть что развивать. Мы вот сейчас вот разговаривали с губернатором о том, что региональная составляющая производственных процессов, производственной привлекательности регионов, да, что надо, ну, от такого, может быть, общего подхода, что надо там заниматься инвестициями, надо привлекать инвестиции, надо походить такими очень точными мазками. Если регион Вятский, условно говоря, ну, ленивый не скажет об этом, это лес, то все вокруг лесной промышленности, да, хочет крупный, крупный инвестор заниматься лесной промышленностью, да, строит там ЦБК там или еще что-то там, мебельное производство там, да. Ему предлагается там, да, друг мой хороший, да, ну, вот вам непосредственно, вот вам Вятский регион, предположим. И вокруг этих производственных процессов будут уже возникать новые производственные процессы, новые вообще какие-то экономические процессы. Бизнес находит себя там, где начинается движение, крупные движения, да. Пришел крупный бизнес, пришли крупные деньги, началось строительство, да, началось строительство жилья, каких-то объектов в социальной сфере, понеслась торговля, понеслось обслуживание, сервис там и так далее. Вот это тогда начинается жизнь, да. Вот тогда, получается, начинается жизнь и для малых поселков, да, когда, чтобы люди не стремились в региональную столицу, условно говоря, там или там из поселков, там муниципальный центр, из муниципальных центров в региональную столицу, когда вот эта суперконцентрация в городах, в городах, в больших, в крупных городах, вот. Это когда происходит? Когда мы вот забываем о том, что трудовая доблесть, как бы, да, если говорить такими уже немножко подзабытными понятиями, она куется и там, в этих малых городах, в этих малых поселках. И почему трудовой доблестью нельзя сказать там, нельзя обозначить труд предпринимателя, который, ну, вот, условно говоря, не так... Вот особенно в коронакризис. Я вот только, вы меня прям, что называется, сняли, да, который вот именно в процессе вот тех ограничений, которые получила практически вся страна, все, что выжил, он сохранил там, основная часть из них, сохранил коллективы, процессы, создали новые какие-то кооперационные связи, какие-то в новых условиях научились жить. Их и так, что называется, только дустом не морили, да, а вот еще тут еще и пандемия, да. Вот, и вот эти вот умения выживать, мало того, что еще и развиваться, сохранить, это особенность нашего национального предпринимателя. Вопреки всему. Вопреки всему, да, вопреки всему. Ну, я специально немножко так, что называется, загущаю определенные краски. Конечно, есть там, и нельзя, когда мне говорят, что вот, там, государство ничего не делало, это неправда. На самом деле было очень много программ, которые родились именно в пандемии, вот в процессе пика пандемии. Есть ощущение, что немножко с запозданием это произошло. Понимаете, вообще вся эта история произошла настолько форс-мажорно, да, что, да, возможно, что мы сейчас можем рассуждать, что вот это вот надо было бы раньше. Но вот я просто помню, когда только было объявление, да, и как мы концентрировали даже вот в то сочетании нашей системы, да, вот 178 палат, я отвечаю за регионы. У всех начинают вводиться ограничения. Чуть ли не закрываются региональные границы. Мы занимались, не пропускали грузы, мы занимались всем подряд. Мы концентрировали, то есть все наши подразделения, все наши палаты ушли на удаленку, да. Связь с предпринимателем на удаленке, это сложная связь, еще непонятно, как она вся выстраивалась. Я помню, первые две недели, ну, практически без сна. Это же от Калининграда до, значит, Камчатки, да, вся страна. Причем еще и дома, ну, то есть и бизнесмен, он не только бизнесмен, но еще и человек, и тоже. Это же жесткие ограничения, которые получила столица и Подмосковье, то есть там система электронных пропусков, они действительно это были. Это было абсолютно оправданно, это просто надо было понимать. И в этих условиях еще надо было разработка вот этих мер. Мы, если мне память не изменяет, только 145 предложений в общенациональный план дали. Из них 30 там были так или иначе приняты. Это вот та работа, которая провелась изначально для того, чтобы понимать, что вообще творится на территории страны. Почему наши предложения были, принимали? Потому что мы говорили, это не мы выдумали. Не мы здесь в пределах Садового кольца такие мыслители придумали. Нет, это регионы, это регионы, вот это творится там-то, это происходит там-то, эта проблема идет вот оттуда-то, а эта проблема идет концентрированно вот из-за того, что все эти три проблемы еще не решены. Поэтому, ну я могу так сказать, что на том серьезном этапе очень быстро принимались решения, надо отдать должность страны и органов государственной власти, потому что была цель и задача сохранить, максимально сохранить предпринимательскую активность. Вот, я вам просто вот... А бюджет на втором месте получается? У государственных служащих не может быть, особенно кто в финансовой сети. Или баланс какой-то. Баланс надо было сохранить, вот это вот. Но все понимали, что потери у бюджета будут. Все понимали. Но, наверное, вот в эти моменты была концентрация на том, что люди превыше всего. Вот это читалось, вот это шло от президента до, значит, правительства Российской Федерации, да. То есть это вот стояло, что сохранить максимально социальную стабильность, социальное понимание того, что государство их не бросило. Никого. От безработного до, там, владельца какого-нибудь, там, небольшой, там, средней компании. А упреки в том, что государство не хочет устойчивое выражение распечатывать кубышку. Это вот справедливо было? Или это был какой-то люфт взят на размышления, там, как более оптимально поделиться? Вы смотрите, тут синдром бухгалтера, конечно, наверное, у некоторых чиновников был. Синдром бухгалтера, что мы называем? Почему Генри Форд говорил, что бухгалтер не имеет права управлять предприятием? Потому что синдром бухгалтера, это максимально накопить денег и никуда их не потратить. Понимаете, вот сидеть на этой кубышке. Синдром руководителя как раз в другом. Максимально эффективно вложить эти средства и получить отдачу. Вот я могу откровенно сказать, что синдром бухгалтера был преодолен. В том числе и правительством Российской Федерации. Вообще, согласны ли вы с тем, что нужно было вводить такие ограничения для бизнеса, ну, фактически запрет на работу? Или можно было без этого обойтись, сделать более мягко? Вот спустя эти 3-4 месяца, как вы сейчас смотрите на ситуацию? Ну, вы знаете, я могу судить по той информации, которая концентрировалась в Палате России, которой я обладал на тот момент. Я считаю, что те меры, которые предпринимались, они были оправданы. Это сейчас надо просто это понять. Они спасли многие жизни. Они никогда не будут популярными, эти меры. Другое дело, что выход из режима ограничений можно было бы делать некоторым регионам более смелее, что ли. Ну, вот у нас до сих пор сохраняются ограничения. Я понимаю, я езжу по регионам все свои профессиональные обязанности, и иногда для меня, наверное, непонятно. Открыли баню, но ресторан закрыт. То есть в бане что, коронавирусом не дозаразится? А откуда это все берется? Действительно, много нелогичного кажется, по крайней мере, со стороны. Иногда кажется, что чиновники копипастом просто занимаются, друг у друга бумаги переписывают, даже без анализа, без попытки как-то приземлить на местную почву, адаптироваться. Вот здесь я абсолютно убежден, что должны действовать предпринимательские объединения, торгово-промышленная палата и вы, медиа, средства массовой информации, потому что вы четвертая власть. И вы об этом тоже не забываете. Вот здесь необходимо работать, я и своим коллегам об этом говорю, вот вы, как торгово-промышленная палата, региональная, муниципальная торгово-промышленная палата, совместно с медиа можете влиять на эти процессы. Но доказывать, без операционных каких-то там заявлений, но предметно доказывать, как мы доказывали, что есть проблема. Непонятно, почему. Вы открыли веранды, вы открыли там турбазы, но почему-то вы не открываете пансионаты. Как? Объясните это, для чего это так сделано? Непонятно. Мы очень много вели полемики с Роспотребнадзором и продолжаем вести, в том числе. У них своя позиция иногда на многие процессы. Ну, условно говоря, до сих пор мне так и не смог никто объяснить, когда у парикмахерских должна быть недельный запас средств защиты. Почему недельный? Почему не двухдневный? Или не месячный? Что? Объясните, почему? Почему он должен это делать на неделю? Никто не может объяснить. Но они приходят, проверяют. Если не на семь дней, а на шесть, штраф. Ну, тут... Ну, кстати, вот по ощущениям это было как-то преодолено, по крайней мере, у нас. Вот такой формальный подход, он куда-то скрылся. Но теперь кажется, что вообще никакого контроля. Тоже плохо. Потому что, ну, на самом деле, коронавирус никуда не ушел. Мы с вами должны это просто понимать. Вот. И особенно, когда приезжаешь в некоторые регионы и понимаешь, что выходишь из самолета в маске, а понимаешь, что здесь на тебя смотрят, как на белую ворону. Ну, а ты готовишься, ты смотришь, сколько суточной заболеваемости, какие там меры ограничения власть принимает, как реагирует на это предпринимательское сообщество, как гражданское общество, как средства массовой информации освещают это. А потом понимаешь, что, в принципе, вообще никак. То, наверное, это не очень правильно. Это может привести к не очень хорошим результатам. Ну, будем надеяться, что добровольная вакцинация приведет к победе окончательной. А у вас какое ощущение в Кирове сложилось? Мы какой? Очень расслабленный регион? Нет, не расслабленный. На самом деле, вот, я бы сказал, что вот так, где-то так, в середнячках в этом плане. И, то есть, я видел людей в масках. Я в отеле, по крайней мере, видел людей в масках. Как посетители, так и обслуживающий персонал. Значит, сейчас торгово-промышленная палатия. Ну, я не думаю, что это к моему приезду. Но люди были в масках. Вот. И я видел, проезжая на остановке, я видел не все, но стояло несколько человек, они тоже были стояны в масках. А где самые жесткие, самые, не знаю, как назвать их, ответственные люди, вот, из регионов, которые вы посещали? Москва. Москва. Я сама недавно там была. Очень удивили меры, каким образом вообще удалось. Буквально, не знаю, за пару дней во всех магазинах стали требовать перчатки и маски. Ну, тоже странно, ты можешь ходить без этих перчаток по всему магазину, но на кассе их попросят надеть. Ну, часто говорят в Кирове, что почему нельзя заставить всех, допустим, в транспорте надевать маски. Непонятно, почему это не может быть организовано, когда в Москве все магазины, в торговых центрах, по крайней мере, за один-два дня научились требовать, и люди исполняют. То есть там сто процентов, наверное. Вы знаете, даже если ты заходишь без маски, тебя имеют право не обслужить, тебя имеют право попросить. Чаще всего тебе предлагают маску, даже за бесплатно. Я знаю, что в некоторых магазинах за какую-то символическую плату, там, три рубля, вот вам маска, там, три рубля, вы просто в чек добавляете. Отказ в обслуживании — это потеря денег, получается. Да, но больше... Бедным бизнесом, который только-только запустился. Да, еще больше потерь денег будет, если будет сделана какая-нибудь контрольная закупка. Да, понимаете, это еще больше потерь. Там очень серьезный штраф. Вот, и очень серьезные штрафы, в том числе, люди понимают, во-первых, та ситуация, которая была в апреле, в начале мая, она действительно... Люди помнят это, вот, и не забывают об этом. И если у вас там, не дай бог, кто-то из сотрудников заболел, автоматически приходит вам предписание о том, что вы должны провести вот такие мероприятия. Вот, если они будут невыполнены, ваше предприятие может быть закрыто. И это делается ради общественной безопасности, понимаете? Да, мы все понимаем прекрасно, но тогда руководитель берет на себя ответственность, и ты отвечай перед коллективом, что они завтра не будут получать заработную плату. Вот, все есть. Про вторую волну сейчас часто говорят, и называются даты у всех примерно одинаковые, по слухам, я не знаю, откуда это берется, ссылки на какие-то тайные документы, которые есть у каждого директора, непонятно откуда поступившие, там, 20-е числа сентября. Как вы к этому относитесь, у вас какая информация? Я не читаю гороскопы, вот, поэтому я отношусь к этому таким образом, что такие прогнозы должны давать специалисты. Сарафанное радио, это, конечно, все хорошо, интересно, но мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы люди как-то более ответственно относились к этому всему. Наверняка, конечно, мы люди, мы прекрасно понимаем, что такие ситуации вполне возможно могут возникнуть, мы должны быть к этому готовы, но что вот есть там там сургучные пакеты какие-то, которые нам надо вскрыть, там, в день Х, абсолютно чушь, вот, есть ли какая-то тенденция к тому, что эпидемический порог будет пройден, мы с вами об этом узнаем, но мы смотрим сейчас с вами статистику, она, в общем, достаточно прозрачная. Ну, не скажите. Условно прозрачная. Да, ну, смотрите, мы с вами, взрослые люди, прекрасно понимаем, наступается осенний-зимний период. Осенний-зимний период, период всегда, значит, такой эпидемиологически очень сложный, да, всякие ОРВИ, гриппы, новые штаммы, нам всегда это каждый год с вами говорят. Тут еще появился ковид, значит, мы можем только предположить о том, что вполне возможно вот в какой-то там, в той среде, когда вирус хорошо развивается, он может быть и может там как-то активизироваться, правильно? Да. Мы сейчас должны будем идти на рекламу, коротко. У вас лично и в торгово-промышленной палате есть какой-нибудь, ну, хотя бы примерный план, ну, вдруг вторая волна случится, или вы об этом вообще не размышляете? Мы, естественно, об этом и размышляем, и часть наших сотрудников до сих пор работают в удаленном режиме. И перевод всех на удаленный, это будет то, что вы первым делом сделаете? Ну, несомненно, потому что у людей для нас это самая важная, главная ценность. А дальше? А дальше по ситуации, естественно, будем работать по ситуации. Естественно, жизнь не замрет, однозначно. Это уже приятно слышать. У нас в студии вице-президент торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев. Вернемся через несколько минут. Возвращаемся в студию. Микрофон у Ольга Болезина. Мой гость, вице-президент торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев. Мы продолжаем о коронавирусе. Вообще, я не знаю, есть ли еще какие-то особые темы, вот такие настолько яркие, даже там какие-то перетурбации с налогами. Это все равно будет нас вести к этой теме коронавирусной. Уже затронули тему взаимодействия палат и того, что палате пришлось и в регионах, и на федеральном уровне выйти совсем на первый план, потому что всем было все непонятно, скажем так. В августе было вручение медали за защиту бизнеса, всего второй раз подряд, как я понимаю, да, она вручается. Вы тогда отмечали, что новым направлением стало информирование предпринимателей о мерах поддержки и информационная работа. Получается, что кроме торгово-промышленной палаты этим некому было заняться, власти как-то не сориентировались, сориентировался бизнес, как так? Да мы сразу, с самого начала мы предложили власти использовать нашу сетку, вот и все, на самом деле. Власть с благодарностью восприняла это. На самом деле за период ограничения, то есть апрель, май, июнь, наши торгово-промышленные палаты во всех регионах обработали более 100 тысяч обращений предпринимателей. Написать 100 тысяч. Значит, и на базе вот этих обращений, то есть делалась как раз концентрация предложений, которые мы уже отправляли в Белый дом, что называется, да, в правительство Российской Федерации. То есть это были обращения самого разного толка вообще, самого разной тематики абсолютно. Все они были связаны, конечно, с теми процессами, которые начались в процессе ограничительной политики регионов. Вот особенно на первоначальном этапе. Поэтому очень было много межхозяйственных споров, когда приходилось две организации, ну, это связано с арендными отношениями, понимаете. То есть одно предприятие арендует у другого предприятия, такого же хозяйственного субъекта, такого же субъекта предпринимательской деятельности. Те не могут ввести свою деятельность в силу ограничений, эти не могут получать свои, соответственно, средства за аренду, да. Но, тем не менее, продолжают ее обслуживать, платить за нее, значит, там, налоги, там, обязательные платежи и так далее. Поэтому мы уже работали с региональными властями непосредственно, потому что там послабление по налогам, отсрочка по налогам или освобождение от налогов, попадание, значит, в группу наиболее пострадавших предприятий. Акведы мы узнали всей страной, что такое. Все страной узнавали Акведы, да. Но мы работаем Акведы, все свои экспертные деятельности, поэтому нам было как-то более-менее понятно, да. А люди, да, действительно, там Аквед, что такое Аквед, в какой Аквед я вхожу, в какой не вхожу, да. Все это уже там начинали понимать. У нас полностью уже, у нас же тоже, например, мы полностью встали с конгрессно-выставочной деятельностью, да. Экспоцентр, мы сразу предложили мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, и наш экспоцентр стал, там, разместил пять тысяч коек, там, подрезервный госпиталь, там, и так далее, да. Это, как бы, наш социальный вклад в это. У нас полностью до сих пор экспоцентр пока не начал свою деятельность, и вот только-только в сентябре мы открываем первую выставку. Наши, кстати, собираются уже. Да, да, да. Вот. Поэтому это была сложная, но очень такая интересная работа, которая мобилизовала и показала нам, в том числе и по нашему персоналу на всей территории страны, кто на что способен, кто умеет работать и мобилизоваться в таких сложных условиях. В Кировской области Вятская торгово-промышленная палата очень активно себя показала. Это были наши постоянные гости. Я не знаю, никто чаще не приходил к нам в эфир, чем предприниматели и представители палаты обсуждать меры поддержки, какие-то вообще, ну, прям нюансы, которые возникали для того, чтобы их устранить, чтобы людям, наибольшее количество предпринимателей могло что-то получить от государства. Вот это вот все очень обсуждалось, и кажется, что там более активным игроком, в принципе, будет теперь палата. Я не знаю, там, хочется надеяться, что бизнес останется в контакте в каком-то с ней, и будет продолжаться какое-то взаимодействие. Вот у вас есть ощущение, что в регионах действительно вот так происходит? И, может быть, Российская палата тоже стала более весомым субъектом, голос стал более слышимым? Ну, себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Ну, спасибо, во-первых, за добрые слова про моих коллег, мне очень приятно слышать. И это действительно, на самом деле, объективно, потому что команда Усенко, Андрея Усенко, они сделали действительно очень много. Это было заметно на фоне и всей страны, мне вот, как вице-президенту, который отвечает за региональную политику, да. Поэтому та медаль, которой был награжден Андрею Усенко, она... За защиту бизнеса. За защиту бизнеса, да. Вот учрежденная медаль в Межрегиональном объединении предпринимателей, Московском объединении предпринимателей, значит, это весьма заслуженная. Вот медаль общественная, медаль общественная, выручали в общественной палате. Он, кстати, у вас же еще и член общественной палаты Российской Федерации. Тоже, кстати, высокий достаточно статус, высокое звание для руководителя регионального звена, региональной торгово-промышленной палаты. Поэтому молодец, молодец, команда молодцы. Команду, которую сформировала, опять же, сегодня ездили на его могилу Николай Михайлович Липатников. Хорошо отработали. Я вам скажу, что большинство регионов в той или иной степени оправдали наши надежды. Вот. Я могу так сказать, если говоря о всей системе, что по опросу предпринимателей, вот в период ограничения больше всего они обращались, получали помощь от торгово-промышленной палаты. Это объективно. И среди большой четверки мы первые, кого назвали предпринимателей. Но это вполне объяснимо, потому что мы работаем по федеральному закону. Мы обладаем как правами, так и обязанностями, которые определены федеральным законом. Мы обладаем той необходимой экспертной базой, которая в силу многих причин, в том числе и той финансовой независимости, которая у нас есть у региональных палат, они сами являются субъектами хозяйственной деятельности, сами зарабатывают свои деньги, формируют свои бюджеты и так далее. Они, в принципе, во многих процессах такие же предприниматели и оказывают такие же коммерческие услуги, помимо тех услуг, которые они должны оказывать в силу своей уставной деятельности. Поэтому они есть процесс, все знают о них в постоянном контакте. Поэтому вполне это было объяснимо, но тем не менее приятно, что система смогла мобилизоваться. Сегодня слово это я несколько раз повторяю. Вот она действительно смогла очень быстро, качественно мобилизоваться. Вот в периоды очень непростые для нашей страны. А сейчас среди проблем, которые обсуждаются, что самое трудно решаемое, например, какие у вас сейчас задачи? Какие проблемы сейчас стоят перед бизнесом, которые нужно, не знаю, донести до власти, как-то усадить всех за стол переговоров? Вы знаете, эти проблемы, они были, они просто обнажились еще больше и стали наиболее актуальными. Но, во-первых, это проблема сохранения уже имеющегося потенциала бизнеса на территориях. То есть максимальная помощь тому, чтобы бизнес просто-напросто остался, продолжал работать, перестал мигрировать, что называется. В поисках лучшей доли, да. В поисках лучшего режима. Да, да, да. Это тоже проблема, да. Вот, это первое. Второе, конечно... А что здесь можно, кстати, сделать? Мы сейчас вернемся к этому. Вот, значит, второе, это политика фискальная должна перейти в политику разрешительную в большей степени. Вот, фискальная политика, она хороша, когда уж совсем все хорошо. Вот, ее имеет смысл, конечно, использовать. Здесь сейчас больше к региональным органам, которые осуществляют контроль и фискальные функции свои, потому что принимаются многие решения, которые принимаются наверху. Здесь они иногда совсем по-другому трактуются, что называется. Ну, вот мы с вами уже сегодня говорили об этом, и не будем к этому повторяться, что от обвинительной позиции надо переходить к позиции разрешительной и объяснительной, да. Что бизнесу не надо сразу, там, что называется, там, делать так, чтобы он закрылся. Просто завтра он закроется, и все. Люди, два-три человека, или 200-300, а может быть, две-три тысячи останутся без работы просто-напросто, понимаете? Вот, а налоги не поступят в казнув в итоге, да, люди останутся без зарплаты, придут на биржу, у того же государства будут требовать деньги. Вот и все. Вот с чем все это заканчивается. Вот. Стоит это вот лишним щелканем куболками перед вышестоящим начальством, что он там... Ну, вот смотрите, тут один из недавних опросов показал, что до 40% российских компаний могут не справиться с оплатой налогов, которые были вот в кризис отсрочены. Без всяких пинков от налоговой уже заявляют. Вот. Здесь тоже к этому надо относиться с пониманием, по крайней мере, в том числе и финансовым органам, и мы помогаем в этом плане. Здесь тоже ведь надо подходить о том, что, да, бизнес очень сильно пострадал, но, знаете, как тут под шумок, надо отделять там зерна оплевел, что называется, да, под шумок, что называется, знаете, как с амантами-вкладчиками. Один действительно все выполнил, да, и заплатил полную стоимость за квартиру, потерял эти деньги, и квартиру не получал. А второй заплатил первоначальный взнос, но требует то же самое, как и тот же тот, понимаете, вот есть лукавство, да, определенное, да. И тот пострадал, и этот пострадал, но пострадали они как-то не очень в равных степенях, да. Вот и здесь тоже надо очень такой подход иметь. Мы готовы помогать нашим, значит, налоговым, фискальным органам в этом разбираться и дискутировать, если будут возникать вопросы, и защищать в том числе. Если будут приниматься какие-то более жесткие решения, которые, на наш взгляд, будут не оправданы в этот момент. Поэтому у нас есть в этом опыт, и почему бы и нет. Остается немного времени до конца про миграцию в паре слов. Что делать-то с ней? А что надо делать? Все очень просто. Если бизнес мигрирует, то надо смотреть, почему, и делать выводы соответствующие. Понимаете, налоговые режимы в той или иной степени сейчас в регионах, вот законы региональные, они же все похожи как близнецы, почти практически, понимаете. Значит, что-то другое. Значит, что-то другое. Пресс каких-то органов. Что там неблагоприятно в этой ситуации? Почему бизнес начинает миграцию? Налоговая система, она никогда не бывает идеальной. Даже при самой либеральной налоговой системе, так или иначе, бизнес все равно будет искать через некоторое время, где она еще будет более либеральной, где еще будет более либеральный подход, более мягкий подход, более понимающий и так далее. Вот, наверное, понимание и должны обеспечивать власти и общественное объединение предпринимателей, какое является торговая промышленная палата, и объяснять эту позицию. И если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, надо этим людям говорить, что они мешают. Мы-то говорим, а кто-то должен принимать решение, что с ними дальше делать с этими людьми. Потому что чаще всего все-таки злоупотребление своими погонами, удостоверениями не наверху, а не на местах. Полминуты. Блиц. Что делать выпускнику вуза? В бизнес или на клад идти? В бизнес, конечно. Российский бизнесмен. Это Чичиков, Дон Кихот, Обломов или кто-то еще? Дон Кихот. Киров одним словом. Лес уже был, не подходит? Киров одним словом. Одним словом. Киров это северная столица. Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России в нашем эфире. Спасибо. До свидания.